продолжение т17 ну чё получилось тоже нормалек за . до т17 но это тоже уже такой defense довольно нормальный вот сейчас прогоним его по уберов я посмотрим какой defense вообще у билдов есть бласта дири прикиньте просто 5000 100 нахуй 20000 фаер урона минус до хп маловато но то есть именно редакшн урона это просто сумасшедший шейпер балл 1000 то есть вообще просто не бьет блять шейпер нахуй убер там 40 пена а чё-то пен не пробивая да так шейп вот шейпер слэм вообще как бы и физ редакшн нормальный да но все равно физа подрубают вот наверное тут бы идеально еще бы и дюры бы вот вот да вот если это бугирующий эндюры бы как-то где-то замутить все вот это было бы вообще физ редакшн просто лютейший учитывая что убира тут цифры все остальные крутые так сирус метеор ну вот блять у него хаос только блять все эти за то есть или урон этот гир вообще не бьют то есть вот тоже бы эндюры и получается вот но это вообще высокий показатель это даже для хака высокие показатели но главное сустейн и сустейн и я расскажу какие могут быть 788 бля экзарч бал бля погладил я думаю вы поняли почему он там погладил ну то есть не бьет тоже не бьет мы его фаербал ну-ка мэмори ну да то даже мэмори охереть бля 7600 нам и мы гиро у которого просто 4к лайфу блять ну и вот и как бы показатели в целом нормальные сустейны по сути их как бы типа нету но вообще они здесь то есть без сустейнов гиры не будут жить в поя без разницы хоть тут будет x2 дефон нужен все равно какой-то сустейн то есть получается тут если я не ошибаюсь мастер плюс 52 минус 4 процента 4 640 разделить на 4 1160 в секунду типа регенс мастере которая регенит раз в 4 секунды то есть раз 4 секунды да но если разделить по секундам это вот плюс инстант лишь оверлить и фласки тут четыре штуки активные которая будет заюзана а тут flash sustain вообще лютейший 4 получается к лайфа минус 4 процента 160 умножить на 4 160 умножить на 4640 фласки будут состояние когда они будут юзаться ну и тут хп фласка сделано там лютейший сустейн она там вообще ее можно чуть ли блять не на постоянке будет юзать и юзать с нее отпиваться там вообще в ней она все будет выхиливать в межфазах если где-то то есть какие там будут и 17 нюансы ну то есть вот по суставе на в целом пойдет их тут много разных кучных ну и вот чем вот такие показатели clear 81 больше нету но есть скиллы передвижения лип слэм фастер атак frost blink ну то есть пойдет ну и вот расскажу вам уж чуть-чуть откуда чё берется блять 10 лямов поясочек дает неплохо ну короче вот элементал редакшн половину хаоса 75 разделить на 2 то есть 37 половина не может быть надо 76 но 76 тут не лезет то и значит просто 37 элементал редакшн плоский который будет работать на любой элементал дэмэдж плюс макс фласки но сейчас их нельзя называть элементал редюстом или лес потому что это тупо макс резать по сути это вот просто макс резать плюс да кстати по татухам вышла видос что то есть те которые уже там были я их замазал плюс вот летал прайд ну форта чемпо макс резать куча арбора физ перевода там физ редакшн и да ну как бы фи за это отдельная тема физу не сложно сделать сложнее сделать элементов редакшн летал прайд смотря здесь особо не поймешь то есть на осмотреть в калксе то есть там вот даже где нет пена вот lighting дэмэдж то есть 778 вот он как бы дает ну не сказать что прям вообще много но дает много но там где будет пен очень большой шейпер балл убер тысяча но если убрать 800 то есть он дает много но вообще когда конечно такие редакшн и слишком высокие на первый взгляд не так типа да и много ну получишь ты там тысячу 1700 да потому что тут элементал редакшн очень высокий но когда если бы у меня там не было каких-то других с энергии чуть был бы попроще дефенс но был бы летал прайд цифры они бы были бы более выше ощутимо но просто тут уже все тут и так уже где можно сказать вообще урон-то и не получает ну 1800 блять или 1000 для софта конечно не нужен такой дефен зачем то есть для чего но т17 вот поэтому т17 дают как бы стимула иногда вот покрутить такие побы то есть имеет смысл то есть зачем мне просто в час сидеть вот этот поп крутитесь ли ну куда вот мне его ну хотя дипс ну пойдет клир тут можно до переделать можно вообще этот гир настроить и даже и в клир вообще переделать его там не знаю лямов 3035 даже при таком дефенси можно будет сделать хорошим но слижи смысла особо его нету у меня есть версия попроще ну она там заточена вообще просто в лютый клир и в лютый дипс хотя там тоже дефенс нормальный ну и все и вот получается раз сейчас рипнули банки то мелдинг будет стоить ноль рублей ноль копеек мелдинг теперь рулить не будет сейчас будет рулить дефон детал прайда и хибака но хибака не синергирует с этим амулетом но вообще как бы сейчас будет в приоритете дефенс летал прайда ну там сапресса и все что остальное но вообще из джевелов то есть вот либо летал прайд будет час рулить либо этот либо хибака потому что хибака чем круто она там тоже пен контрит ее там тоже можно разогнать но она не синергирует с этим амулетом зато она синергирует с тушкой но на той тушке нету тех модов которых тут есть и там фласки не засустинишь ну то есть по итогу где-то там лучше где-то то есть смотря кому чё как то есть но в супер максах это наверное на данный момент я считаю один из лютейших дефонса этот дефонс я применял на хк лиги на джаги то есть вот этот дефон я применял на хк лиги только тут у меня был джаг от армора у которого еще дополнительный был элементал редакшн дан отлично также у меня тут был 90 рез там макс резы я тут юзал уник амулет на 4 алл реза тоже этом разгонял еще хаос чтобы хаос дырки не было еще и спал блог тычка по моему у меня здесь было тысяч триста триста пятьдесят если смотреть просто обе они стал ну то есть их зарч для меня был вообще безобидно до дипса тут конечно не уж немного было но зато он меня не бил то есть я даже в дотах вон я дигенюс то есть я даже себя травами там бьют я сейчас на минус резы то есть мне просто по барабану вот старый шаттер был имба на джаги сейчас вообще забейте я там блять такие попы вчера блять попробовал думал попробовать вернуть жага ну не получается вообще ну блять там такой мир просто страшный нахуй не получается у меня сделать его ну вообще никак даже смысла нет сейчас еще покажу хоть и этот видос показывал но для наглядности я вам в пове покажу то есть вот это был эффект летал прайда вот этого уника мулета макс реза форты и джага то что у него куча армора которая ну то есть там вообще дефон был просто сумасшедший не только на тычки еще и на доты то есть доты и вообще не били я на нем девятьсот пятьдесят дэлф рыл ранг один а потом липнулся от физ рефлектор два гира у меня уехала и оба на физ рефлектор ну то есть вот он игнорировал фактик ну не всех прям он уж уберов а тут не было сапресса кстати да 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 точнее тут был спеллблок а у этого щас гера у меня есть сапресс но нету восхождение которое было у меня вот здесь на джаге но суть как бы похоже просто здесь было это но сапресса не было но с энергией вот они были амулет макс реза элементал редакшн форта то есть вот такой вот гир так что вот melding скорее всего играть не будет я вообще melding убрал со всех билдов это вообще melding это довольно специфический дефонс его сильно по нерфе ли на лиге даже сейчас и на стд он будет не особо крутой потому что фласки сейчас другие а раньше фласки могли давать поверх 90 резов еще и элементал редакшн а melding минус он не контрит пен а пен самый как бы проблемный в поя там где нету пена это скорее всего урон это и не наносит если у вас жирный гир поэтому melding плюс он более требовательный а слетал прайда можно найти столько бонусов разных любые какие вам нужны плюс он статов дает еще куча от того что даже тут меньше резов это особо то и не влияет зато он колт и лайт пен контрит я там не знаю на сто процентов или на пятьдесят но все равно это круто то есть вот такие дефонсы можно применять на т17 мапах но главное сустейны ну и дипсах 25 лямов но не на уник мапы а на новые рарные может что-то и закроет но вообще база крутая переделать амулет переделать чуть-чуть гира ну лямов 30-35 если ему сделать при его таком дефонсе это будет супер но клир будет меньше чем в той сборке в другой а еще у меня и сборка там она другая а это уже такой убертанк скажем но в обычном контенте ну зачем он нужен может для хк ну для хк бы такой гир точно зашел вообще то есть тут бы ну чё его шотнуло я даже и не знаю мне кажется его ну ничего бы не шотнуло тут вообще все закрыто плюс тут еще даже уклон есть а как бы блок атак и уклон это место будет более слабее потому что сапресс не работает но чаще всего тычки они более слабее в пое чем с пылы поэтому сапресс всегда будет элементал то есть редакшн на с пылы будет выше сапрессом да это надо понимать а на тычки которые будут бить в эвэйжен и в блок атака он меньше потому что поп сейчас видит общую тычку но по факту она меньше на вот этот на эвэйжен и на блок атака вообще в пое в основном два вида урона который может быть в спелы и в спел блок и второй вид урона который может быть в блок атак и в эвэйжен это два вида урона и сапресс не будет работать на тот есть еще ну про доты я не буду говорить это отдельная тема и есть еще отдельный редкий очень урон это у экзарча шары на него тоже не работает сапресс и там не работает уклон и блок там не работает спелл там но но в лиге гарнила был прожектал атак блок вот он это довольно редкий блок вот этот блок прожектал атак он будет работать на шары экзарча но такого блока вообще в пое я даже не знаю может он на каких-то униках есть но он как бы и не нужен а очень давно то ли баг это был то ли чё когда у глада было ассенденси другое когда он конвертил весь блок и прожектала так по моему где-то блок был вот в этом месте где-то вот здесь очень вообще давно года три три с половиной назад я уж не помню если вы брали этот блок то у вас кап был еще и прожектал атак блока сейчас такого блока нету потому что шары экзарча этот блок бы контрил наверное по таким причинам его убрали вот такая инфа даже есть такую инфу наверное мало вообще кто знает что да есть такой блок прожектал атак который может работать на шары экзарча но это очень специфический блок в редких случаях где он будет работать такого урона я даже в пою не знаю где только вот шары экзарча и ну и все ну то есть и зачем они нужны когда можно просто собрать куча элементал редакшен и не получать урон от шаров вообще тут даже если бы у него даже да если пен поймать даже с пеном они бить не будут там по-моему пен вешает на минус 10 на фаер вот да фаер пен не контрится поэтому сразу он видите как пен влияет два раза да плюс-минус вот а коллайт контрится так что вот такие виды дефонса на следующую лигу будет рулить потому что есть т17 мапы а дефонс источников сейчас с фласок меньше стало приходится добавлять вот дополнительные разные с энергии ну а дипса уж сколько осталось тут уже сложно сделать вообще то что тут такой дипс вышел и такой дефонс это вообще единичный случай я бы сказал ну и скорее всего у кого будет такие гиры и там имба фарм для т17 ну скорее всего вам не покажут потому что ну это имба если это фарм будет крутой ну я так поделился инфой по доброй душе скажем вот такой челик у меня есть вчера появился собрал я его часа за четыре наверное подкорректировал ну и получилось нормально вот но лучше конечно делать в клир меньше дипса и гир будет вообще крутой там вообще можно даже лямов 45 разогнать там не сложный гир там клир тоже крутой адреналин можно засустейнить с колец там ну короче вообще круто сустейны у него хорошие вообще гир будет крутой но для делла что-то как-то вот такие с энергии мне не очень понравились я тестил в прошлой лиге чемпан на стиле но он был так собранный вообще а вот крит версии честно говоря я вот не понимаю там и клир плохой и дефонс там вообще просто печальный дипс там не такой уж там да кто-то там в супер максах делает большой дипс но этот гир минус нужно стоять плотно к боссу тогда нанести можно максимальный урон иногда у тебя плохой дефонс ну будешь прыгать бегать и по итогу ну цифры дпс вроде высокий но не всегда ты их сможешь вносить в каких-то случаях да но не во всех потому что в хобби 25 лямов но их же надо вносить а если вы начнете бегать то значит дпс ваш ноль то есть по итогу если взять допустим 10 секунд и умножить на 25 ну скажем типа 25 лямов да то есть я нанесу 250 лямов если я буду тупо афк бить если мне позволит дефон но если у меня будет 50 лямов но если из 10 секунд я блять 3 секунды могу там остальные я туплю где-то я позицию взял неправильную то мы умножим на 3 то я нанесу 150 лямов за 10 секунд а при таком уроне я могу нанести 250 лямов за 10 секунд то есть вот этот момент если вы будете понимать что не всегда выгодно делать урон но иногда если урон настолько высокий когда допустим 100 или 200 лямов особенно у вас сейвовый гир то да вам просто выгодно босса скипнуть и все и то есть да ваш эффективный урон в 2 секунды вы там нанесли допустим 200 лямов но когда он еще не дотягивает до ваншота и дефенс плохой то как бы и оно и начинается такой момент что и даже не всегда гнать дефенс точнее урон выгоднее чем дефенс в некоторых случаях да реальнее сделать дефенс и даже при меньших цифрах этот дпс будет ощущаться лучше потому что вы его вносите а если вы его не вносите то разницы то тут нету какие вам цифры понаставят ну и как бы цифры я всегда выставляю от боссов то есть все что тут есть это будет работать стабильно на боссе всегда то есть я не выставлю если у меня здесь нет адреналина но я его и не буду ставить но даже если он у меня с кольца будет с кольца суник допустим типа да он будет но я его не ставлю но если как бы уж ты смотришь что в побе так оно есть и как бы ты понимаешь там какие-то валы есть там которые тоже будут не всегда а то да ты можешь посмотреть так на мапах будет столько а там на боссе столько а то бывает понаставят столько механик заходишь там блять у гира 70 лямов фласки усиленные ставят там уники дипс начинаешь скидывать а там остается блять 20 лямов для босса 20 лямов а все что там остальное прожато оно прожато там на 2-3 секунды а еще и половина не работает ты по итогу брав там гир 50-70 лямов по итогу когда вы приходите на босса и такие опа блять а там блять 20 нахуй как так было 70 а вы еще допустим гира хуже собрали ну и вот по итогу то есть всегда дпс надо ориентироваться от босса а уже которые надувки дополнительные ну то есть логично если у вас на боссе есть реальные 50 лямов то логично которые дополнительные надувки там какие-то фласки еще какие-то доп механики временные это конечно они будут как бы усиливать но изначально гира на рассчитывать вот босса но это не считая да специфические там билды мф или там какие-то специфические контенты да то есть я сейчас говорю про обычные базовые билды так что вот такая вот была инфа получается стил декретовый на импэйлах синергирует просто пиздец по другому это не назвать бонусом покажу трикстера тоже на стиле тут он синергирует на лайтинге тоже имба этот гир я уже тоже настроил от тех изменений которые были в этих в татухах у меня тут чуть-чуть другие татухи были но нормально вот как бы тоже крутой гир очень то есть тут вообще минусов нету это маппер вообще просто топ-1 я на нем бегал в этой лиге просто он даже приятнее именно на трикстере стил приятнее чем молтон по клиру на соло ну как бы тоже нормально но молтон он такой поприятнее но по клиру в целом вот этот гир мне вообще зашел просто прям крутой и дефонс тут просто сумасшедший лечи там овер лечи блять инстант лечи вообще нормалек да физа тут тоже хоть и у него армора ноль так чисто вкратце и покажу о нет шейпер слэм ну да даже вот то есть нормальный для такого гира учитывая что у него уклона нет армора то нормально ну-ка если эндюры добавить ну вот эндюры добавить и все но это как бы ему и не надо и еще вот сейчас покажу с энергию и вот с энергией еще одна но уже на молтоне бля молтон удивил ни хера тут цифры получились и са блять 14 500 да с учетом что это уже я на маске сделал которые измененные у меня тут тоже чуть чуть а нет этот вообще у меня гир лежал отдыхал у меня он не получался что-то не получалось вот только вчера я вот закончил сделать тоже крутой но по клиру чуть стил поприятнее но этот именно соло урон просто прям вообще и в чем сейчас крутость знаете сейчас в чем крутость вот как вы думаете в чем сейчас крутость самое в пояс стало от нерфов монокостов поставьте на паузу если вы угадаете крутость стала в том что сейчас нет временной ауры раз нету временной ауры значит у вас освободилась кнопка значит у билда остались кнопки два скилла передвижения поставить тотем ну да его вообще по сути даже если его выкинуть и пофиг на мапах я вообще его нафиг даже и не ставил поставить там авто юз каких-то дополнительных механик через вот эти новые с энергии фейзинг может там для клира ну то есть это тут уже по факту да все остальное авто это так стоит для галочки тоже оно особо и не работает можно выкинуть то есть по сути два линка можно выкинуть пять линков можно выкинуть то есть настолько линки освободились вот просто тупо даже ставить нечи тут есть все и чем круто сейчас этот гир будет просто однокнопочный просто ходить вот просто ходить и ничего не делать то есть просто входишь и ударяешь то есть по линкам лига была кайф когда изменили качество изменили качество когда энхансы там перестали реагировать там с разными да вот альт качествами линки освободились а сейчас еще освободилась три линка потому что вы временную ауру сейчас не сделаете в ес гирах вы монокосты столько не найдете в хп версии можно да через батаре сделать через вот эту но эта штука не играется с этим все у вас один хп у вас нет дефанса она не синергирует с этим потому что вы весь свой ес переводите в ману и у вас будет один хп и хаос вас хотя один хп там и не только там все убьет да вот видите нельзя играть а монокосты сейчас не сделать минус аура но тут врат давал не так и много даже сейчас посмотреть ну да врат дает не так много нафиг он здесь фигню дает он плохо то есть этому гиру пофиг вообще на этот был нерв хаста тут в приоритете хаста и клир и дипс ну хаста тоже дает как врат плюс мину но зато хаста дает клир и выгоднее ставить хасту а врат здесь дает мало так что вот это лига вообще самая будет приятная по линкам и смотря вот на все вот это и смотря там на всякие какие то там куча блять кнопок кинь туда кинь туда блять там детонат эти деды там блять просто пианино нахуй ну я вот предпочитаю ходить просто одной кнопкой и просто кайфовать и не париться и все работает само вообще все просто все блять само просто даже если еще выкинуть отсюда тотема то здесь остается просто два скилла передвижения хотя вы даже можете пешком бегать если фейзинг тут за суставе через эти ну через новые гемы если там пушить гвардов или чё то на фейзинге добежал и все выгоднее дай фейзинг если будет перманентно работать выгоднее даже на фейзинге бегать чем на скиллах передвижения но это как бы так специфический до контент получается вот одна кнопка удар и две кнопки скилла передвижения то есть просто прикиньте нужно жать три кнопки и чем круто особенно для новичков и вообще для людей кто ленивый и кто плохо ну прожимает кнопки это я по своему опыту говорю когда у вас слишком много механик вы не кинули то не кинули то и у вас ну все теряется а тут ничего не теряется то есть можно просто убрать тотем и даже не заморачивать головы и все и вот вы будете бегать и просто жать одну кнопку и вы никогда не тут не затупите вы никогда не ошибетесь то есть если у вас тут есть 37 лямов они будут всегда стабильные потому что дефанс вы можете танчить все сподряд и это как бы круто то есть мой приоритет в пояс за удобство ну лик старт ладно лик старт может быть и пианино но именно уже макс гиры то есть сейчас все мои гиры которые я переделал просто настолько стало мало кнопок что вообще все гиры стали фактически тупо однокнопочные ну плюс-минус есть версии да так что считаю изменения не сказать чтобы и прям уж критичны по билдам по дефенсам потому что ввели на маски эти татушки и в целом там покрутя побы эти татушки довольно могут много закрыть всяких статов там не статов резов там добыл ну то есть ладно не буду уже в подробности ну то есть короче круто так что получается изменения с точки зрения удобства максимальные сейчас это максимальная лига удобства по билдам стало все вот ходишь хоть пешком и просто бьешь и у тебя всего три кнопки блять ну даже некоторые вообще люди не юзают фрост блин бывает да но я юзу некоторые не понимают как он работает ну и значит вам это не надо когда ваш уровень в пое чуть-чуть поднимется вы поймете для чего он нужен и как бы это должно само прийти если пока вы не понимаете не юзайте как вы поймете фишку его тогда оно само придет то есть ну вот прыгаешь и бьешь все две кнопки блять просто прикиньте две кнопки у гира у которого да тотем выкидываем все две кнопки удар и лип слэм все больше деду кнопок прикиньте то есть блять а если еще и поставить фейзран пушить допустим да гвардов но не но все равно без лип слэма не получится все равно где-то лип слэм нужно но вообще если уж так чисто да углубиться вообще просто зарофлить и сделать фейзран разогнать там как-то вообще да и допустим просто вообще забить на все скиллы передвижения вообще то есть сделать просто ленивый гир то получается у гира будет просто прикиньте одна кнопка вы бегаете на фейзране делаете там эти increase duration и на него разгоняете новый линк ему линкуете ну либо сами жмете хотя нет опять кнопка добавляется нет мы же за удобство ну да получается все одна кнопка бегаешь на фейзране допустим пушишь гвардов инвайд все вот для не ленивых гир но это уж конечно слишком такие фантазии ну чисто да это уж прикол я скажу так все равно это не напряжно нажимать лип слэм ну да если уж так углубиться то есть прикиньте вот гир который может просто ходить одной кнопкой иметь крутые показатели и никогда вы не ошибетесь в уроне он всегда будет стабильный одинаковый вот лично для меня вот это уровень билда у всех уровень билда оценивается по-разному мой уровень удобства ну да и не забывайте про фейзинг во всех гирах которые у меня есть у них у всех есть фейзинг а тыкаться в пачки мобов это неправильно то есть я бы сразу бы задал вопрос чуваку если бы мне дали такой гира чего он бегает а чего аудиофейзинга нету что-то он упирается лицом в толпу это нормально то есть у меня здесь на все настолько как бы четко что хоть сюда супер мега чел бы зашел ко мне на поп он не найдет здесь ни одной проблемы вообще ни одной он здесь ничего не изменит вообще ни в лучшую ни в худшую сторону все что тут могут сделать чуваки вам нахуя рить курс там натыкать блять наху галочек 500 тысяч у меня там блять 100 лямов для убера блять пианино вам наделать блять этих курс ну такой вариант тоже есть но для маппинга если это не нужно то и зачем так что такие были ладно раздувы инфы было слишком много вообще она была разная но зато будет вам над чем подумать спасибо